Сегодня у нас небольшая дегустация. Мы будем пробовать вина урожая этого года. Нетуран и смесь синих мускатных сортов. Несмотря на то, что я вам часто говорю о том, что вину нужно время, ему нужно созреть. Но мы попробуем, что у нас получается, чтобы понимать вообще, в какую сторону мы движемся. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградаревый отдел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, как я уже сказала, у нас два образца. Первая это смесь мускатов, галланд, мускат блау, альминский, ливодийский, черный. У мускатов общий сахар был 27, у нетурана общий сахар был в сусли 18,5. И по плаш-фактору 3,1 у мускатов и 3,2-3,3 у нетурана. Сейчас на мелую бокалу и посмотрим. Они только анбродили и мы их только сняли с первого осадка. Важно, никакой шоктализации, да, сахара мы не добавляли, особенно в нетуран. 18,5, значит 18,5. Работаем с этим. А второй момент, технология, которую мы применили, это холодное брожение. Начиная от брожения на мезге. Все это у нас стояло на неотапливаемой веранде. Бродило достаточно долго, примерно при температуре 10-12 градусов. Итак, открываем. Я пока не знаю, что у меня, в какой бутылочке. Почему пробуем эти вина? Только эти, у нас же есть еще и другие. Дело в том, что у них оставалось небольшое количество, которое, скажем так, при переливке до полной тары никуда не лазило. Поэтому будем пробовать их. Остальные уже будем пробовать чуть позже. Вот это у нас не туран, а вот это мускаты. Очень легко отличаются по запаху. Ну, начнем с вами с не турана. Что это вообще за такой сорт? Что-нибудь за странное название? Кто-то знает, кто-то не знает, поэтому пару слов скажу. Долгое время на территории Республики Беларусь этот сорт распространялся как туран-агрия. Но дело в том, что у турана истинного, у него темно окрашенный сок. И он такой очень тонинный. Нет туран, у него сок белый. И, собственно, по этому признаку у многих виноградарей возникли вопросы, а тут ли это сорт. Весной инициативная группа отправила материал на генетический анализ и оказалось, что такого сорта в международном реестре сортов нет. Но в родителях у него есть пенуар, в родителях у него там немножко есть амурских кровей. Возможно, это младлен черная, но это не точно. Вроде бы кто-то, когда оттуда-то брал, вроде бы вот оттуда. Но опять же, да, как история с тураном. Оно это или не оно, если сравнил бы еще по одной генетической экспертизе, можно было бы точно сказать. Но пока он у нас ходит как не туран, сорт раннего срока созревания, всегда набирает фенуарную зрелость хорошо. Но единственное, уровень сахара у него не очень высокий. Вот 18-18,5. Впрочем, для легкого дна этого может быть вполне достаточно. В этом году мы решили его сделать отдельно. Где-то у нас сейчас после первого снятия осадка с куста получилось порядка 5-5,5 литров. Но заморочились небольшим количеством, чтобы вообще понимать, да, что это за сорт, какой у него потенциал, как он себя ведет отдельно. Ну, а дальше уже в следующие годы будем смотреть. Либо мы его будем делать отдельно. Может быть, еще посадим несколько кустов. Ну, либо будем с кем-то смешивать, если это будет необходимо. А на что в первую очередь хочется обратить внимание, это на цвет. Сейчас я включу фонарик на телефоне, потому что цвет здесь нереально чернильный. Вот кажется, да, что сок белый, но дает он очень темно окрашенный. Ну, смотрите. Да, он не видно, не знаю, видно ли. Чуть-чуть видно. Оно прозрачное. Все хорошо, но цвет очень темный. Бокал не просвечивает. Я еще многовато налила. Что так? Не видно вам, может, не очень. Ну, вот такой вот, очень темный. Запах пока сдержанный. Черные ягоды и, возможно, чернослив. Ну, сейчас попробуем. Ну, вкус пока такой очень сдержанный. Черные ягоды, тот же чернослив, слегка во вкусе поддерживается. Важно. Вино очень мягкое. Вот оно прямо настолько мягкое, что без ничего, да, без еды, без какого-то сопровождения. Вино выпродило насухо. Его вот... Ну, за кино приятно. Можно сесть и пить. Совершенно не чувствуется кислота. Танины. Я всегда уделяю этому внимание. Кстати, отвлекусь на минутку. Я часто говорю, что я не люблю красный магазин и вино, потому что там очень много танинов. Мне они не нравятся. Но вот недавно, скажем так, я нашла пару образцов, которые мне понравились. Когда танины с одной стороны чувствуются, то есть вино, это не водичка, да, это не компот, а в то же время нет ощущения вот этой вот зеленой хурмы, которая реально присутствует во многих винах. Что это было? Это было Сан-Джевезе итальянское, и это было российское Шатотомань, Красностоп и еще что-то. Смесь. Вот это были такие нормальные, адекватные вины по вкусу. Значит, здесь опять же, да, это не водичка. Хотя молодые вина, у которых только завершилось брожение, не часто этим грешат. И возникает ощущение вот реальной разбавленности. Ну, это у меня так. У некоторых начинающих виноделов, которые делают из полузеленой ягоды, наоборот, что ай-яй-яй, но слишком насыщенно. Ну, насыщенно, да, это не разбавлено. Так вот, молодые вины часто бывают, ну, ощущение разбавленности водой, а потом это все улегается, трансформируется, да, и получается хорошее такое сформировавшееся комплексное вино. Ну, вот здесь уже в таком молодом виде он очень хорош. Ничего лишнего, да. Повторю еще раз, нет яркой ароматики, нет такого вот пышного букета, но все в гармонии. Вот, бери, допей. И вот, кстати, в послевкусии, вот прям яркий такой чернослив остается, и, наверное, немножко еще яблочко чувствуется, такого зеленого, свежего, хрустящего яблока. Удивил. Интересный очень образец. Ну, вот, вот, маленькую бутылочку отлили. Попробовать. А все остальное еще будет стоять, еще будет зреть. Будем смотреть, как он будет развиваться. Тем не менее, вот для тех, кто боится кислых вин, для тех, кто боится плотных вин, для тех, там, у кого не слишком длинный вегетационный период, этот сорт замечательно подходит, потому что вот он и созревает рано, да, и параметры дает вполне хорошие. И вино из него тоже вот рано становится вкусным и питким. Ну, а теперь переходим к мускатам. Очень легко их отличить по запаху. Запах леденцов. Вот, по крайней мере, пока все мускаты, которые мы выращиваем в вине, они дают такой очень интересный запах фруктовых леденцов, которые в жестяных баночках таких продаются, там, где много-много всяких фруктов. Вот это вот мускаты, в том числе и синие. Выбражены на сухо, как я уже говорила, при низких температурах. Ну, тоже хочу показать цвет. Очень плотный, очень насыщенный такой. Яркий, очень яркий. И вот в этом бокале не видно, а когда мы переливали и пробовали, какие были ножки в бокале, просто не передать словами. не ножки, а ножище. Притом, что уровень сахара тут не самый большой, да, 27, как я уже сказала, и брожение шло при низких температурах. Итак, ну, а теперь пробуем. Тоже вино очень мягкое. Вот эти леденцы, которые мы чувствовали в запахе, они же есть во вкусе. Они сдержанные. Это не то, что вот прям такой парфюм-одеколон, который взбивает. Нет, оно все мягкое, округлое. Приятно вот тут вот согревает. При том, что спирт, оно как такого не ощущается. Впрочем, он и не должен ощущаться. Да, и уровень сахара здесь не космически большой. Тем не менее, вот такой приятный эффект, да, он чувствуется. А с учетом того, что я немножко простывшая, немножко подкашливаю, то для меня это прям очень так приятно. Легкая кислинка тоже такая, очень мягкая. И вино вот такое комплексное, округлое, бархатистое. Нет у него ничего такого, чтобы как-то выбивалось и хотелось подправить, исправить. И смотрите, вино вообще это напиток, который сопровождает еду. Не который закусывают, а которым еду запивают. И в зависимости от того, что мы едим, мы выбираем нужное, да, подходящее, подходящее вино. Ну вот мы, например, с мужем, мы любим вино просто так. Вообще без ничего. Ужин или там, сели смотреть какое-нибудь кино, взяли по бокальчику. И вот когда мы вином еду сопровождаем, да, то мы еду где-то гармонизируем, да, и само вино, например, если оно кислое, тонинное, то вот оно с едой входит в баланс. Когда пьёшь вино просто так без ничего, в баланс выводить, да, напиток, нечего. Так вот это, в принципе, как и этот образец, это то, что можно пить вообще. Вообще абсолютно, абсолютно без ничего. Без какого-либо сопровождения. Чёрные ягоды, леденцы, приятное послевкусие, лёгкая-лёгкая, кислинка такая, ну, тоже приятно. то есть оно не плоское, оно не такое безжизненно, а вот лёгенько-лёгенько, ну, опять же, как в леденце, да, он не просто вот сладкий, а чуть-чуть там есть кислиночка, которая его дополняет. Кстати, интересно, немножко чувствуется тонина. Оно на мисге бродило, дней, наверное, пять, при низких температурах, и потом уже дображивали под затвором. Чувствуется лёгкая тонинность, чуть-чуть вот она обволакивает. Не оба язык, но нет вот этого неприятного ощущения моей любимой зелёной хурмы. А вот оно просто чуть-чуть есть. Со временем и тонинность вот эта вот, она сгладится. Ну, смотрите, это мускаты, это высокоароматные сорта. Им не надо долго зреть, им не надо долго жить. Их можно сейчас брать и пить, что в общем-то мы и сделали. Тем не менее, всё-таки немножко отлито, и попробуем сохранить внули это, может быть, дольше. Посмотрим на развитие. Вот как они будут проявлять себя дальше. Но пока что могу сказать, что в молодом состоянии, в синем мускаты, в сухом варианте, очень приятное, лёгкое, такое тонкое вино, которое не требует к себе какого-то сопровождения, а которое само по себе окажется замечательным сопровождением вашего вечера и вашего досуга. То есть пока что результатом мы довольны, тем, куда и к чему мы идём. Как уже сказала, мускаты будем употреблять, потому что это мускаты. Нет урана, будем пока что выдерживать, будем смотреть, как он развивается, потому что в моно-варианте мы работаем с ним первый раз. Ну и ещё у нас есть несколько образцов красных вин. Пока мы их не пробуем. Не, ну мы их попробовали, и то не всё. Кое-что ещё дображивает при низких температурах. Кое-что уже закончило брожение. Но при переливке оказалась полная посуда, и мы уже не стали разливать на более мелкое. Как-то эти вины беспокоят. Для себя попробовали. Кстати, вот особенность этого сезона и лета у меня уже так рецепторы адаптировали, что кислоты в винах не чувствуется вообще. Вот они просто мягкие, приятные вины. Кислоты абсолютно нет. Но по мере того, как они будут созревать, как мы их будем пробовать, будем делиться с вами нашими результатами и наблюдениями. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. До новых встреч!